Порсуна Здравствуйте, уважаемые друзья! Мы продолжаем писать Порсуны наших современников. И сегодня у нас в гостях Зураб Михайлович Чевчевадзе, князь. Зураб Михайлович, привет! Здравствуйте! Здравствуйте! Я так рад тебя видеть. Спасибо большое, что ты согласился. Нет, ну я всегда был бы рад пообщаться с тобой. В любой ситуации. Спасибо. Дорогие друзья, я должен просто сделать признание, иногда приходят отзывы, почему вы там то на ты, то на вы. У нас такое правило в программе, я общаюсь с гостем так же, как и в жизни. Но поскольку случай особый, князь первый раз у нас в студии, и возраст у нас примерно одинаковый, но все-таки есть некоторая разница, поэтому я поясню. Просто в свое время Зураб Михайлович совершенно таким особым образом мы с ним выпили на брудершафт, я ничего не предвещала. И он сказал, переходим на ты, иначе большие штрафы. Мне было ужасно неловко, я всячески сопротивлялся, но с князем спорить себе дороже. Поэтому не обессудьте, мы будем общаться, как и в жизни. У нас пять частей вера, надежда, терпение, прощение, любовь. У нас есть возможность гостю задать вопрос ведущему. Но прежде я попрошу тебя, дорогой, представиться, поскольку ты знаешь, у нас есть такая традиция, да, вот как бы ты ответил на вопрос, а ты кто? Ну, ну, уже для этой передачи я бы сказал просто, что русский, грузин и, конечно, православный. Вера. Ссылка была, конечно, не подарок, прямо скажем, там. Мы могли несколько раз умереть от голода, от холода и от чего угодно. И не будь этих сомнений, то это уже и верой это назвать нельзя. Ты в интервью неоднократно рассказывал, что как-то, когда тебя в школе вызвала директор, это в Волге, по-моему, было, и сказала, где твой Бог? Где твой Бог? И ты ей сказал, везде, он в вас. А почему такой ответ? Ну, потому что Ной был достаточно уже просвещен, так сказать, богословский, если так можно сказать. Потому что все-таки нам преподавали закон Божий и так далее. Поэтому я понимал, что Бог в каждом человеке. И почему бы я сделал из нее исключение? Ну, она была такая крутая, как говорят, атеистка, но все равно я... И исключительно поэтому я ей сказал. Я не для того, чтобы как-то что-то в ней пробудить, потому что там это... На это меня не хватило бы, конечно. Потому что, конечно, это был стойкий атеист. Вот, она такая всегда власая была, властная очень женщина. И должен сказать, что и хороший педагог был, и довольно строгая, ну, в хорошем смысле строгая. Она не поощряла всякое нарушение дисциплины и прочее. То есть претензий к ней не было у меня как... Ну, вот здесь... Мировоззренческие нестыковали. Да, мировоззренческие у нас были, конечно, проблемы. А что она тебе ответила? Она возмутилась. Тут она возмутилась, потому что она не желала, чтобы это... Это ее никак не устраивало. Она возмутилась. И поэтому мне сказала, что если так, то имей в виду, ты не вступаешь в комсомол, ты учишься в 10-м классе, ты отличник. И, значит, а если ты не комсомолец, будучи, значит, прилежным учеником и хорошо успевающим, то это, значит, ты враг комсомолу. Уж другого объяснения я не могу найти. А врагам комсомолу мы золотых медалей не даем. Ну, я сказал, что обойдутся, это не такая беда. Не очень ты и хотел. Ну, в общем, нет, хотелось, конечно. Но, в общем, я сказал, не такая беда. На этом мы с ней расстались. На этом богословский спор ваш заказчик. Был завершен. Я не думаю, что я повлиял в какую-то лучшую сторону. Стоил тебе золотые медали. Ну, остался без медали, да. Ну, это еще не... Это полбеды там. Могло быть и хуже. Могло быть и хуже. У меня они просто отвращали друзей моих. Значит, пугали тем, что если они будут со мной дружить, то и им. И не достанутся медали. А ты только с медалистами дружил, что ли? Нет, ну, так случилось, что у меня было два друга, которые были оба такие явные медалисты. Ну, и мы, естественно, с ними дружили. И они восстали, между прочим. Они всегда очистили меня. Это было для меня очень важно. А для них рискованно, да? Да, для них это было рискованно. Но они сказали, что нет, мы будем демонстративно продолжать дружить. Я предложил просто после школы не сразу выходить вместе, а там за углом встречаться. И потом продолжать путь, как делали всегда. Ну, вот. Но они меня... Психологически они меня здорово поддержали. Потому что, конечно, в этом возрасте лишаться друзей и так далее... Очень тяжело. А какой это год? Это был 59-й. Скажи, пожалуйста, а вот этот вопрос, где твой бог, он же иногда звучит так очень жестко, да? А где ваш бог, когда страдают дети? Где ваш бог, когда там гибнут невинные? Ну, этот Карамазовский, Иван Карамазовский. А ты для себя как на него ответил? Нет. Ну, дело в том, что к тому возрасту, когда можно начинать задумываться над этим вопросом, потому что он все-таки такой глобально-философский вопрос, помимо того, что прям... Мы уже прошли через большие испытания, потому что после возвращения из Франции мы нас репрессировали. Отец был врагом народа, мы семья врага народа. Нас его отобнестили, его в блог, а нас в ссылку, значит. Ну, ссылка была, конечно, не подарок, прямо скажем там. Мы могли несколько раз умереть от голода, от холода, от чего угодно, от болезни и так далее. Ну, в общем, это были сплошные лишения. И вот тут, конечно, задумываться приходилось. О том, что мы невинные страдальницы, это было непонятно. Я знал хорошо и себя тогда еще, первоклассника. И семью хорошо знал и понимал, что, конечно, мы ни в чем не виноваты. И поэтому этот вопрос встал передо мной. Почему такие страдания посылаются людям, которые ни в чем не виноваты? Вот. И тут я должен отдать должное моей старшей сестре, которая была на 10 лет старше меня. И сейчас она монахиня, кстати говоря, Марка Маринской обители. И она в этом смысле дала мне четкие пояснения. На то, что Господь попускает вот такие вот вещи, которые человеку невозможно как-то сознательно воспринять. Но попускает. И только потом выяснится, что это было нужно всем нам. Я, кстати, я часто вспоминаю об этом. И должен сказать, что она была глубоко права. Потому что я все эти годы, действительно тяжелые годы, вспоминаю с огромной благодарностью. Потому что я не знаю, что бы со мной было бы вот потом, в период взросления и бужания и так далее. Потому что я бы точно наверняка куда-то бы совсем скатился. Я и так многогрешный. Но если бы не вот этот урок, который мы получили, я понимал, что нельзя. Это наложило на меня какой-то дополнительный запрет вообще на то, чтобы распускать себя. Поэтому я всегда вспоминаю это время как, действительно, то, которое было пропущено лично для меня, на мою пользу. Слушай, а вот удивительно вот эта вещь. Ведь очень часто мы говорим, привычно говорим, может быть, не всегда задумываясь, о том, что испытания, тяжелые испытания, какое-то зло, принесенное нам или в котором мы оказываемся, оно приносит добро. А вот расслабленные состояния, они как раз иногда оборачиваются чем-то таким противоположным. Сейчас даже модно говорить о том, что чтобы развиваться, надо выходить из зоны комфорта. Вот эта вот фраза, ставьте себя в ситуацию. А вот что получается, что тогда человек должен искать, что ли, каких-то... Или вот в зоне комфорта этой пресловутой можно сохранить это, не распуститься, как ты замечательно сказал. Нет, ну, говорят именно потому, что человек совершенно разучился самоограничиваться. Без этого человек сойдет с узкой тропой. Он и так пошире идет. Довольно широко, да. Поэтому вот это необходимое самоограничение, вот о чем, собственно говоря, идет речь. И больше ничего и не надо. И тогда человек не сможет уходить во все тяжкие, что называется, если он будет себя ограничивать. Скажи, Павел Савел, а у тебя в жизни были какие-то вот этапы, когда ты отношения с Богом как-то переосмысливал? О, да, это безусловно. То есть это на самом деле тот самый случай, когда сомнения, которые человека одолевают, и вот в этом заключается подвиг веры. Потому что вера – это подвиг на самом деле. Вера, она спасительная, она помогает человеку и так далее. Но вера – это подвиг, заключающийся в том, что нужно вот эти сомнения как-то отдалять от себя, причем усилием воли, я бы сказал даже так, усилием воли. Положившись на то, что Господь сам управит, но не поддаваться этим сомнениям и считать их вообще естественным процессом. Потому что не будь этих сомнений, то это уже и верой-то назвать нельзя тогда, это знание, тогда это знание. Интересно, значит, то есть сомнения как индикатор веры, да? Да, совершенно верно, да. Надежда. Нам не разрешили брать с собой икон никаких, у нас все их визируют. Но все эти вот испытания в результате оборачиваются огромной пользой для человека. Ты в одном из интервью сказал, что христианин обязан быть оптимистом. Да. Не отказываешься на слово? Не отказываешься на слово. А вот как соединить вот этот оптимизм христианский с тем, что называется чувство трагизма бытия, расколотость мира, одиночество, оставленность и прочее? Вот в чем особенность христианства? Что такое христианский оптимизм? Оптимизм в том смысле, что я не сомневаюсь в конечном. Я не сомневаюсь в том, что добро в результате одолеет зло, то есть что Бог будет победителем в этом сражении. Поэтому вот в этом смысле, если это иметь как аксиому, как твердое убеждение, то нельзя не быть оптимистом. И тогда даже все невзгоды, о которых ты говоришь и так далее, все они могут показаться естественным процессом, но который конечен. А победа всегда будет за добром. Вот в этом смысл моего оптимистического взгляда. А вот этот оптимизм, это и есть надежда, да? Конечно, конечно. Это скорее упование. Упование. Это скорее упование. Ну, в общем, это синонимы. Но упование, потому что человеку просто невозможно без этого, конечно. Это даже неверующий человек не может жить без надежды, да? Ну, а верующий человек не может жить без упования, потому что упование – это тоже как вера. Это тоже как вера. Это тоже… В уповании тоже появляются сомнения. А может быть, я зря, в общем, так сказать. Уповаюсь. Уповаюсь, да. Уповаюсь, да. Я оптимист, может быть. Но все равно это надо преодолевать, и упование тебе помогает идти дальше. А вот это самое уныние, про которое вы начали говорить, правильно я понимаю, что это вот, ну, так сказать, у тебя нет такой проблемы? Нет, до уныния, отчаяния мы, в общем, никогда не доходили, никто из нас. Это, но может быть, именно потому, что всегда приходило какое-то, все-таки, что-то случалось. Вот, я не знаю, ну, вот… Смотрите, что еще хуже стали ли что-то? Нет, нет, нет. Случалось, когда уже было совсем плохо. Был один момент, когда было совсем плохо. То есть мы просто с голоду должны были умереть, но это логично. Мы не ели семь дней, кажется. И вдруг, в ссылку, когда с нами родственники боялись переписываться, потому что семья врага народа, мы получаем две тысячи рублей от митрополита Николая Крутицкого и Коломенца, Ярушевича. Потому что он приезжал когда-то в Париж, перед 46-м году, служил с ладыкой Евлокием, там, на Руидары. И моя сестра, старшая моя, которая сейчас монахиня, она пробралась к нему, и он ее благословил иконкой. И потом она, когда мы приехали, она ему написала письмо, он ей ответил, она сохранила его письма. И когда мы оказались в ссылке, она ему написала тоже, что мы так... Так что у него был адрес. И вот почему он мог нам послать на неделю позже? Позже, и все. И все, и все. То есть вот всегда... И так было много раз, на вот таких случаях каких-то там... Исчезла вода вообще, это Южный Казахстан, это там... Это тоже было... И вдруг какие-то люди, неизвестные нам, привезли нам бидон с водой. Бидон большой, то есть... Ну и так далее. То есть это случалось регулярно. Это мы не... К нам пришла... У нас была икона семейная, тихвинская такая, почитаемая в семье. С ней связано было много таких вот исцелений и так далее. Нам не разрешили брать с собой икон никаких, у нас все реквизировали. Нам взяли только в присылке, только одежду. Сейчас, конечно, невозможно даже представить, потому что ты говоришь. Одежда и матрасы, вот постельные предложились и одежда, все, больше ничего нельзя было брать. Поэтому у нас не было икон там в этом. И вдруг моя сестра, вот эта самая, опять она появляется, она, значит, она там что-то белила, известка, стены. И в это время кто-то, никого у нас не было дома, и как раз пришла старушка и говорит, что угодно, кусок хлеба дайте. Но мы были не очень богаты, я правильно скажу. Но она просила кусок хлеба, помощи какой-то, и принесла икону с собой. И для моей сестра все, что было, она отдала ей, и открыла икону, это была Тихвинская икона. И она явилась 9 июля, в день, когда отмечаются ее именины. Знаешь, под этой иконой потом скончался мой отец, моя мать, и вот сейчас не так давно мой брат в Петербурге. Вот все под этой иконой, которая нам идет. И вот такие случаи, они, конечно, здорово укрепляли нас. Милость Божия. Милость Божия. Но вообще чудо это как бы то, что происходит противоестественно. Но на самом-то деле это милость Божия. Потому что вот именно для того, чтобы человек не отчаялся, не впал в уныние и так далее. То есть Господь да знает, что нужно конкретно в каждый момент человеку. Поэтому, вот я еще раз повторяю, поэтому все эти вот испытания в результате оборачиваются огромной пользой для человека. Я серьезно говорю, что не кокетничаю, что я благодарен, что эти годы были в моей жизни. И мой отец тоже так, кстати говоря, вообще объяснял всю драму нашей семьи. Потому что, кстати говоря, я много узнавал от него, конечно, лично, потому что он умер в 65-м году. Но после смерти вдруг появлялись какие-то дополнительные информации о нем, которые добавляли мне в его образ. Вот я вспоминаю, например, пришел человек к нам какой-то через два месяца после его кончины. И я открыл дверь, он позвонил в дверь, я открыл в Тбилиси. Он стоит, какой-то человек лет 45, здоровый такой, и говорит, Иван Иванович Иванов, ну вот дословно, просто. Иван Иванович Иванович, а вы Зураб или Миша, потому что мой брат Михаил, что он уже знал, значит, я говорю, Зураб. Он говорит, а моя любовная, моя мать, ее можно увидеть? Я говорю, конечно, входите. Иван Иванович. Иван Иванович пришел, выяснилось, что он был сын таких состоятельных людей, и он учился в художественном техникуме в Ростове-на-Дону. А этим студентам давали на праздники, значит, там разукрашивают какую-нибудь площадь или что-то такое. Ему дали здание, сказали, вот светом надо его, значит, как художнику. А он был антисоветский настроен внутренний. Родители были, наоборот, какие-то чиновники такие. И так он умудрился, и там было, самое, написано 27, о Великому Октябрю 27, значит, римскими. Он умудрился там лампочками как-то подкрутить так, что вместо этих 27 римских высветилось то, что обычно пишут на заборах. А днем это не было видно. Талантливый был художник Иван Иванович. Но, конечно, его тут же скрутили, и он оказался ладен. И он не мог пережить эту, потому что он был такой избалованный мальчик и так далее. Но вот этих испытаний ему было послано совершенно рано. И к тому же абсолютно неверующий, конечно. И вот он встретился случайно в ростовской тюрьме, которая была пересыльной. И мой отец отправлялся уже осужденный в Ибилиси, отправлялся туда, в Оркуту. И он там провел два дня, в этой пересыльной тюрьме. И вот этот мальчик, который рыдал, и хотел наложить на себя руки. Я не знаю, что за два дня мой отец успел... Какую надежду он ему дал. Что он вселил в него, что он отводил. Но, во всяком случае, он его искал потом. Он искал в Ибилиси, потому что нас оттуда сослали. Но он не знал, что мы попали в Вологду, что мы из Казахстана постепенно показались в Вологде. В Ибилиси мы оказались в 1963 году. А он продолжал бомбить. Но там, где мой отец работал в филармонии, мы отвечали, что мы не знаем, где он. И вдруг, когда мой отец скончался, это было в газетах объявление, что те, кто хочет прийти на панихиду, могут тогда так и чисто... Ну, гражданскую панихиду, потому что такого нет. И этот какой-то сердобольный человек в этой филармонии, помня, что этот человек бомбит, бомбит, он написал, и адрес там был указан. Но он приехал... Это было вечером, когда он появился у нас. Он поздно вечером пришел. И он вошел и сказал, что я объездил все кладбища в Тбилиси. Он не знал, что мы похоронили его в нашем имении, в 200 километрах от Тбилиси. И говорит, когда я понял, что меня его найти, я решил прийти уже к вам, чтобы вы сказали. И вот тогда он все узнал. То есть, какой образ моего отца был у него в душе, что он так стремился. Он хотел сказать спасибо ему. Он пришел, сказал спасибо и рассказал много чего. Вот в частности, то, что он его утешил и укрепил, и не дал на себя наложить руки. И потом рассказал о том, что ваш отец мне говорил... Я спрашивал, вам не жалко, что вы что-то творили, что вы приехали в такое время? Сталин жив вообще, все так, все как обычно, а вы с детьми приезжаете. И он ответил ему, что за детей, конечно, мне... Я сожалею об этом поступке из-за детей, но за себя ни в коей мере. Потому что объяснил, как он говорит, в те времена, когда я свободно, в общем, хлеб иммигранта, он горький хлеб. Потому что трудиться приходилось, и вообще было нелегко. Но тем не менее, говорит, я ходил свободно по улицам, меня никто не мог арестовать, меня и так далее, и расстрелять. А это практиковалось на протяжении десятилетий. И я, говорит, мы это все знали там, когда жили. И поэтому я, говорит, чувствовал в своем уровне, что я не с моим народом, я не разделяю судьбу моего отца. Уехал из страны. Да. И поэтому то, что сейчас со мной случилось, это даст мне право спокойно ходить по родной земле. Вот шло оно ответил ему. И вот эти такие штрихи, которые мне добавляли к образу моего отца, вот такие элементы довольно значительные для того, чтобы понять мне его суть. Он был человеком, конечно, необыкновенным. Терпение. Отец сказал, что ты не получил этот титул заслугами своими, ты понимаешь? Это я понимал, конечно. Ты смышленый был. Я хочу вспомнить еще одну историю, которую ты рассказывал, что если, поправь меня, если я что-то не так запомнил, что когда-то в детстве вы с кем-то там с мальчишками где-то там повздорили, и ты кому-то сказал, ты вообще не имеешь права ко мне так относиться, я князь. И папа узнал. И реакция была жесткая. Нет, но это был урок на всю жизнь. Это определило всю жизнь. Абсолютно. Ни разу у меня теперь нет, даже боюсь этого самого. Но это просто... Дело в том, что в старое время титул, это была часть фамилии. Это сейчас кажется что-то такое. А на самом деле, действительно, это кроме обязанностей, ничего не добавляю, ответственности. А что отец сказал? Отец сказал, что ты не получил этот титул заслугами своими, ты понимаешь? Это я понимал, конечно. Ты смышленый был. Да, да. Ну, это было просто, понятно. Но, имей в виду, что как только ты начинаешь, даже не публично, а внутри себя кичиться этим, ты утрачиваешь это правило. То есть ты получил его, но ты уже не заслуживаешь. А чтобы его заслуживать, для этого ты должен знать, что ты ответственен. Что есть ты должен быть честнее других, старательнее других и так далее. В общем, но при этом это было так строго сказано, потому что папа был очень добрым. Но тут я должен сказать, что он говорил со мной довольно серьезно. И это урок, конечно, за который я ему очень благодарен. То есть это как бы исцеление одним уколом, что называется? Одним разом, да. Это он сумел блистательно исполнить, надо сказать. А скажи, Балстар, вот идея служения для тебя очень важна, да? Это тоже то, что отец воспитывал? Вот именно, что этот титул, он связан с идеей служения? Да, не только титул. Дело в том, что мой отец был офицером. Он окончил Пажинский корпус и потом служил в Гвардейском полку. Недолго, но в Первой мировой войне. И поэтому офицер это служил. Я сословил, так сказать, человек служил. И поэтому для него он воспитывал в нас вот эту ответственность. И именно в служении, что надо служить близким, ближним, семье и Отечеству. И для этого надо, значит, и делать это честно, с отдачей всех сил и так далее. Поэтому это воспитывалось. Это на самом деле воспитывалось. Потому что сегодня элита как бы олицетворяется совсем не этим фактором служения, а, как говорят, успешный человек, благополучный, материально обеспеченный и так далее. Вот они как бы сегодня формируют элиту, чего не было. Хотя в старое время зачастую это сочеталось. Потому что дворянство было приведенным классом, оно было более состоятельным и так далее. Но между собой они тоже, дворянских детей воспитывали просто сословие служилые. Их воспитывали просто с пеленок. С идеей служения. С идеей служения. Но все-таки были какие-то другие критерии, да, какие-то порядочности, честности и так далее. И их нельзя было нарушать. А ты думаешь, сегодня возможно это восстановить? Конечно. Нет. Вообще все это восстановимо. Потому что это тоже не появилось из ничего. Это результат такого поступательного воспитательного процесса, можно сказать, так сказать, векового. Который как бы шлифует, как алмаз. А потом все это как бы было уничтожено. Да, вся система вся переиначена, воспитание и так далее. Фальшивые ценности, фальшивые навязанные и так далее. И в результате человек растерялся просто. И поэтому и понятие элиты, понятие элиты просто, оно, это антиэлита. Потому что слово аристократия, греческое слово, а аристократия по-гречески это лучшее. То есть, должны быть, они должны быть лучшие. А кратес власть. Да, это власть, да. То есть, власть лучших, дословно, если перевести. Но какие же лучшие? Это же не лучшие, это просто преуспевающие люди. Которые как-то там оказались. Да, но они не против, когда их называют элитой, представительными элитами, они смиренно принимают. А что тебе сложнее всего терпеть в жизни? Вот с чем это связано, когда вот сложнее всего? Я не знаю. Я должен сказать, что я совершенно не терплю такого отравенного хамства. Хамство отличается от грубости. Вообще, хамство всегда грубость, правда? Но хамство отличается от грубости как бы тем, что она, это совершенно беспричинная грубость. Беспричинная грубость. Она абсолютно беспричинная. Вот когда просто человек хамит, вот это, я должен сказать, что я просто не могу сладить. Я сразу взрываюсь. А разве нельзя напротив смиренно принять это? То есть, когда понимаешь, то, конечно, только так и надо, потому что это бы, возможно быть, что-то изменило бы в этом человеке, который хамит. Вот этот подход. А то есть, если ты... Если я отвечаю гневно и так далее, то я абсолютно ничего не меняю в нем, только укрепляю в том, что он был прав. Когда она хамила гнева. Ну да, вот, собственно, потому он говорит, так и надо. А если бы я сумел бы действовать вот так, то тогда, конечно, может быть, что-то... А может наоборот? Вот знаешь, он тебе хамит, ты молчишь, он думает, ну и дальше... Нет, не молчишь, а смиренно. Не смиренно молчишь, а если смиренно ему что-то скажешь, что ты, в общем, не прав. То есть, мягко скажешь, не прав. Может быть, что-то в нем изменилось бы на такое грубое хамство и так далее. увидеть такую реакцию, может быть, человек от удивления что-то изменил бы. А я, к сожалению, взрываюсь. Каюсь. Будем работать над этим. Я бы, конечно, был бы не против, чтобы их бы здесь кто-нибудь там высел. Желательно, премьер. Если вы не подпишите, я тут же выписываю ордер на расстрел вашей семьи и закончим разговоры. Мы, собственно, касались уже того, действительно, в какой-то момент ваша семья, родители принимают решение вернуться из эмиграции, понимая, что это может плохо закончиться. Так и происходит. Отцу дают 25 лет, потом через 8 лет его реабилитируют. Вы отправляетесь в ссылку. И вот ты сегодня уже сказал о том, что отец даже считал, что он чувствовал вину за то, что оставил свою страну, свой народ, и поэтому он вернулся. Вину, что он не разделил участь народа. Ну вот скажи, пожалуйста, а вот для тебя тема прощения тех, кто так с вами поступил, с отцом, с вами, вот это было актуально? Может быть, остается актуально? Ты простил этих людей? Да, нет, я уже просто не могу не простить, потому что я же говорю, что я вспоминаю эти годы... Ну, это же разные вещи, да? Да, но не будь этих людей, значит, они мне принесли пользу в результате... Уже ты что, им благодарен, что ли? Ну, благодарность... Нет, благодарен, я благодарен Богу. Но поскольку через них все это происходило, да, то они, совершенно очевидно, понесут ответственность за то, что они делают не только со мной. И это тебя успокаивает? Не успокаивает, как раз нет. Как раз не успокаивает, потому что мы не... На самом деле, человек не заинтересован в том, чтобы его злейший враг был бы осужден. Потому что это навечно осуждение. Поэтому я не думаю, что... Я не думаю, что верующий человек так мыслит. Поэтому я не... Я бы, конечно, был бы не против, чтобы их бы здесь кто-нибудь там высек, желательно применять. Ну, а можно и без меня. Но вот этого я никогда не желал людям. Поэтому я думаю о том, что, конечно, если, допустим, их вина по отношению ко мне может им засчитаться для того, чтобы они были навечно осуждены, то я бы... Я прошусь... Я прошу... Молюсь, чтобы эту... Мою вину не засчитывали. Не засчитывали. Опять-таки, я вернусь к моему отцу, потому что тут прямое. Да. У него, когда его посадили, ему вменяли... Да, там замечательная история. ...что он был агент пяти разведок. Пяти разведок, да. Он, слушайте, нам нужно 10 минут, чтобы человека завербовать, а вы целых 15 ехали. Ну и так далее. То есть почти два раза можно было завербовать, да. И, значит, вот они придумали себе какие-то эпизоды там и так далее, какие-то чьи-то показания, что все знают, что это шпионы и так далее. Это разбухло уже за полтора года. Это вот такое досье уже было. И вот я, значит, что он подписал. Поменялось восемь следователей. Они играли в следователя Добренького, потом Злоба. Ну, в общем, они все чередовали, но, естественно, не подписывал. И потом вдруг, значит, появился какой-то человек, я до сих пор помню его, майор Жарков. Я помню его звание и фамилию. Майор Жарков. Который был, ну, очевидно, ну, действительно жестокий человек. Тогда мой отец еще сидел в одиночке, а вот после того, что он его сломал, и мой отец подписал, то он о нем много чего узнал. И вот он потом нам поведал. Но сначала, что он сказал? Он сказал, вот на первом же допросе ночном, я, говорит, тут вот сижу, читаю ваши, это самое, я вижу все мои эти коллеги, которые ничего не могли сделать. Знаете, я вообще низкого мнения об этих коллегах. Не хочу вам ничего рассказывать. Значит, так, вот сейчас, значит, уже час ночи или там два часа ночи, я что-то подустал. Я сейчас отойду на 20 минут, попью кофе, вернусь. Если вы не подпишете, я тут же выписываю ордер на расстрел вашей семьи и закончу разговоры. И вас в придачу. И он кинулся к столу, он там сидел в углу за привинченным столом на привинченном стуле. Это самый, папа мой. Вообще, специально для этих подследственных. И он глинулся к столу, и тот в панике, значит, к стене, и стал подписывать. И рухнул в обморок. Он успел три страницы, а нужно было каждую страницу подписать. И он рухнул без сознания. Ну, его ввели, и потом он очнулся уже в этой общей камере и вот рассказал про этого майора Жаку. И вот он узнал. У этого Жаку, как потом папа рассказал, у него не было одной ушной раковины. Просто не было. Пустота. И вот эти... О его жестокостях там много чего мой отец услышал. Значит, в частности, какой-то человек, которого он истязал довольно на продолжительное время, однажды не стерпел, и одним прыжком и от этого своего завинченного стула впрыгнул ему на стул, и одним разом откусил ухо. И он так и ходил без раковины. Это история... И, в общем, короче, и потом много еще других историй, аналогичных с его жестокостью. И я был, конечно, в ужасе, в потрясении от этого рассказа отца в то время и спросил его. Ну, вот я говорю, сейчас мы с тобой на улице выйдем, майор Жаков. Ну, ты... Ты что сделаешь с ним? Он говорит, подойду и скажу, что я тебя простил. Потому что он тоже так мыслил. Он считал, что... Что он, конечно, так сказать, в Сарксе Небесное не приспособлен туда попасть. И что для него это было драматично, несмотря на все ужасы. Так что для меня это урок тоже большой. Поэтому таких, конечно... Ну, не знаю, это не значит, что можно прощать все, что он делал, да, или там... То есть подумайте о его конечной судьбе. Вот что. Потому что тебе от этого легче не будет. От того, что он... И поэтому ты просишь у Бога вину в отношении к тебе как бы списать. Ну, это вот... Это исполнение молитвы Отче Наши. Остави нам долги наши. О чем мы вообще не думаем, когда молимся, сколько раз на дню произносим? Нет, у меня был в жизни случай, как раз вот с Отче Наши. Когда я был в юности, я помню, что я негодовал по поводу одного моего приятеля, который там что-то мне козни какие-то чинил. И я его сегодня никак не прощал. И вот это опять моя сестра, она мне, когда узнала об этом, она говорит, ты знаешь, я знаю твою историю с ним, но ты молись Отче Наши иначе. Не как все мы. А как? И остави нам долги наши, не якожи мы оставляем долгником нашему. Ты должен так говорить. Не якожи, потому что... Потому что ты не прощаешь. Потому что ты не прощаешь. Это сильно, конечно. Зурай Михайлович, ты же герой книги. Ну, наверное, многих книг, но великие книги не святые святые. Да, это нам. Да, да. Бестселлера всех времен и народов. Там есть замечательная глава, как мы с князем Зурабом Чевчевадзе нарушали Великий пост. И вот Владыка Тихон там пишет об этой тяжелейшей, наверное, поездке в Чечню. Когда он пришел, стал тебе говорить, что он собирается в Чечню и просил помолиться. А ты сказал, нет, я поеду с тобой. Вы поехали и вы жили там, сначала там, где были какие-то наши солдаты, офицеры, да, потом оказались в другом месте и согласились там остаться на ночь. Это было ужасно. Это было очень, так, рискованно. Это было ужасно, рискованно. Вы сознательно на это шли. И когда вы вернулись, вас встречали просто вот и накрыли стол, где были там какие-то... А это был Великий вторник. Да, это был Великий вторник. И Владыка Тихон пишет, что, говорит, Зураб мне шепотом сказал, я никогда в жизни не нарушал Великий пост. Нет, ну страстной. На страстной, конечно, это я сказал. Да, да. То есть он так художественно обобщил там немножко. Да, да, да. Он сказал, все, сейчас не обращаю внимания, нельзя их обижать. Скажи, пожалуйста, а вот как ты относишься к... Сегодня ведь часто говорят, ну, главное, знаете, что-то, главное, людей не есть там и так далее. Вот вообще вот это вот прощение каких-то таких вещей, связанных с аскетическими, внешне аскетическими ограничениями. Я согласен, что людей есть не надо. Нежелательно. Да, нежелательно, но я должен сказать, что это отговорка на самом деле. То есть на самом деле ограничить себя в пище во время поста, это не такая большая проблема. Не такая большая, да. Это не такая большая. Но, кстати говоря, ни в коем случае нельзя это делать в показном варианте. Какой-нибудь чей-то праздник, ты приглашен, ты пришел, а вот вы все там жрите, а я святой не буду ездить. Вот этого делать тоже нельзя. То есть тут надо тоже... Ну, вообще, конечно, лучше не жрать людей, но и не жрать скором на фасту. В общем, просто. Да, это так вот, мне кажется. Любовь. Меня всегда смущало это, потому что она звучит из уст святителя Ильяна Златоуста. Можно научиться любви? Скажи, пожалуйста, а людей любить легко? Вообще каких? А кое-каких, несомненно. Но надо-то всех. Ну вот, а любовь... Просто я знаю, что любовь имеет много этих значений, да. Но главное, любовь, это вот та христианская любовь, да. Это такая всеобъемлющая, та самая любовь, которая, да, высшая добродетель. И про себя могу сказать, что во всех тех я очень искушен. Здесь мне сложнее. И поэтому, если я проявляю любовь, вот эту христианскую, то сугубо по, так сказать, волевым актам таким. А так, чтобы она из меня вытекала, я точно не могу сказать, и это моя большая беда. Но я не знаю, это может быть... Вообще, я честно хочу сказать, что меня смущало всегда. Большое смущение для меня было. Вот с детства знакомая фраза, да. От них же первый есть масс, да. Да, да, да. И в прищадке в мир грешно не спасти, от них же первый есть масс. Так вот, меня всегда смущало это, потому что она звучит из уст святителя Иоанна Златоуста, которого я и люблю, и почитаю, и читаю, и я не могу, у меня не может вложить в голове, что он говорит это искренне. Все время мне кажется, что он это говорит педагогически. Что вот если и он говорит, то вы-то уж задумаетесь. Да. Но вот потом я понял, что это не так. Дело в том, что достигнув такой святости, которая была у него, он просто понимал свое несовершенство, как человека. И отсюда вытекают эти фразы. От них же первый есть масс. И его любовь, которая была, я не знаю, кто еще был так любвеобилен в правильном смысле слова, то есть в этой любви христианской, что она ему диктовала эту фразу. Вот у меня ощущение такое, что именно любовь, потому что быть, конечно, никакой человек не может любить так, как любит Бог, вот этой любовью. И чем выше человек, тем больше он понимает, что ему не хватает именно этой любви. И это в каком смысле утешение, что когда-то все-таки надо ее проявлять. Когда-то ее надо проявлять. И я бы себе пожелал, чтобы нигде, нигде не достигать никаких успехов, а в ней преуспеть бы. Хотелось бы. Хорошее пожелание. А вот ты сказал, что когда мы про терпение говорили, что вот хорошо бы, чтобы были какие-то упражнения, но вот их нет. А вот говорят же, что вот там учиться любви. Можно научиться любви? Нет, ну можно, конечно. То есть... Упражнения есть какие-нибудь? Нет, не упражнений нет. Но может быть... Что значит научиться? То есть можно иногда вдруг проявить эту любовь. Вот иногда... Я не знаю, в каких случаях это может случиться, но со мной так случалось. Вот именно этой любовью, когда вдруг мне становится жалко человеку, которому мне совершенно не надо было бы жалеть. И я к нему расположен, я к нему... Редко очень, очень редко, но это бывало. Я не могу себе предать, что этому можно научиться. Это вдруг... Это... Благодари Бога за это. За то, что Бог внушил тебе в этот момент вот так как-то самую симпатию посмотреть на человека, который больше... Никаких симпатий у тебя никогда не вызывал. Но бывало. Значит, научиться этому, по-моему, невозможно. А любовь к рогам? Вот что это такое? Любовь к рогам? Любовь к рогам... Я думаю, что максимальное проявление ее будет заключаться вот, может быть, в том, о чем я говорил, когда говорили о прощении. То есть, о том, чтобы пожалеть этого человека за... С точки зрения вечности. Да, с точки зрения вечности. А так, за что еще любить-то тогда? Его можно любить только вот в перспективе вот этой его трагедии, будущей, но которая необратима. Вот в этом плане. И что, может быть, это, конечно, слишком жестоко уже. Это как судья, который присудил, да, там, 25 лет максимальную дал ставку. А считает, что меньше и нельзя. Меньше и нельзя. Но это же не тот суд. Поэтому я думаю, что любовь к рогам, это вот... На этом... Но это же не та любовь, которую спаситель за них молился. Царская семья вот молилась тоже за своих распинателей. Но это, я должен сказать, что в молитве, действительно в молитве, плохо вижу, чтобы они постоянно пробивали в такой трепетной любви к этим нравственным уродам, в общем, можно сказать. Все, которые их там издевались и так далее. Поэтому я думаю, что любовь к рогам является, ну вот, в таком плане они чисто житейские. Ну, то есть это вещь сугубо такая христианская и понятная, и возможная только из перспективы вот вечности, о которой христианство говорит. Иначе это... А христианство на самом деле так и говорит, что молитесь за врагов, молитесь, любите, то есть вот именно в этом плане. А не то, что любите вот так вот, как невесту, или как, я знаю, как от друга, или отца. Так что в этом смысле эта фраза и звучит на самом деле. Молитесь за врагов. Спасибо большое. У нас финал. В финале я хочу попросить тебя поставить точку или запятую вот в какой ситуации. Ну, представь, что у тебя есть там хороший друг или там добрый знакомый, у которого есть какие-то творческие интересы и какие-то экзерсисы творческие, он тебя приглашает на некий творческий вечер, где, как ему кажется, он занимается творчеством. Ты сидишь, смотришь и понимаешь, что, в общем, не нужно ему этим заниматься. Ну вот, не твое, друг. А он вдохновлен, он так занимается, он на сцене говорит. И вот все заканчивается, он подбегает и говорит, друг, ну как, как тебе? Вот правда жестоко. Правда, что ему этим заниматься не надо. Сказать нельзя промолчать. Где ты поставишь точку? Нельзя. Сказать нельзя? Промолчать надо. Я бы промолчал. Спасибо тебе большое. Это был русский грузин и, конечно же, православный христианин Зураб Михайлович Чевчевадзе, князь. А мы продолжим писать про Суны наших современников ровно через неделю.